Домофонное самоуправство набирает обороты в Нижнем Новгороде. Мы уже рассказывали о конфликтах местных жителей с домофонными компаниями в Сормовском и Нижегородском районах. Суть заключается в том, что домофонщики без согласования с жителями снимают старый домофон и устанавливают новый. Естественно, старые ключи не подходят, по одному ключу квартиру выдают на бесплатно, а вот за остальные уже нужно платить. После нашего сюжета к нам поступили подобные сообщения из нескольких домов автозаводского района. Пришел мужичок с оборудованием, в принципе, без документов, без формы, без всего. Я спрошу, а что вы делаете вообще? Он говорит, мы меняем домофоны. У нас не было ни собрания, то есть жильцы не были, ну как, не смогли выразить свое мнение, надо им это или не надо им это. Никаких ни ключей нам не раздали, ничего, просто поменяли домофон. Фишка-то в чем, что мы остаемся перед фактом. Вот они временный код нарисовали здесь, чтобы люди могли входить. Я подумал, ну может быть на день, на два, пока всем ключи раздадут, как говорится, отчитаются по квартирам, что все квартиры получили ключи. И этот код они уберут, дальше все начнут по ключам входить. Но этого нету. У нас некоторые жильцы, но те, которые постарше поколения, они не могут почитать, допустим, ну как зайти в подъезд. Они, то есть, даже в подъезд попасть не могли. То есть мы пользовались своим домофоном, все у нас было нормально. Потом пришли, просто-напросто взяли это все, сменили. Нас поставили перед фактом. То есть нам навязали те услуги, которые мы не просили. Пришли, тупо заменили, вот какое-то объявление нарисовали, все. Ждем ключей, ключей нету. Что дальше будет? Неизвестно. Это навязывание услуг. Это навязывание услуг, самые натуральные, да. Мне объяснили, что вы из телефона можете скачать программу и пользоваться. Да, я могу, но у нас в подъезде живет 60% бабушки и дедушки, у которых кнопочное телефоны. Какая программа? Где они ее возьмут? Я звоню в цифровый сервис, объясняю, на каком основании вы будете менять. Все, мы вас вычеркиваем, мы не будем вам ставить, демонтировать домофон. Я говорю, если только сделаете, мы будем судиться. А сколько люди пострадали, пришли с вечерней смены, попасть домой не могли. На каком основании? Мы уже дважды приходили в компанию «Цифрал» с подобными вопросами. Дважды нам заявляли, что руководства нет и что оно якобы работает по удаленке. Сегодня даже про удаленку никто не говорил. Как сообщили нам сотрудники бизнес-центра, в котором базируется эта компания, представители компании просто-напросто заперлись и никого не пускали. Закрылись? То есть они на месте, да? Они вас увидели закрыты. А руководство-то где? Кого? Водцовка села. Все на втором. Но вообще, к ним нельзя, к руководству. Кстати, сегодня же мы написали запросы и в антимонопольный комитет, и в госжилинспекцию, и в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить, законно ли подобные действия. Там сразу ответить не смогли. Сказали, что нужно будет провести проверку. Мы будем следить за развитием событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!